Джаз-музыка интернациональная, всевозрастная и неподверженная политической конъюнктуре. Все это подтвердил очередной фестиваль «Джазовая провинция». В Белгороде он собрал удивительную по своему разнообразию плеяду музыкантов. Снова в приятном удивлении не только зрители, но и видавшие виды журналисты. Продолжит Елена Калугина. Когда курский джазмен Леонид Винскевич придумал джазовую провинцию, многие называли эту идею утопией. Но она пережила все три стадии гениального открытия. Первую, этого не может быть. Вторую, в этом что-то есть. И третью, ну кто же этого не знает. Джазовая провинция, говорите. Ну кто же ее не знает. В Белгороде точно знают. И раскупают билеты загодя, ждут впечатлений. Новые какие-то мелодии, новые интересные композиции. Красивые артисты, красивые, просто неожиданные, которых в другие времена мы никогда здесь ожидать просто не могли. Это музыка, которая заставляет понимать, что мы не зря живем на этом свете. Наверное, испытываешь полнейшее счастье от того, что слушаешь. Полностью проникаешься этим и понимаешь, что жизнь прекрасна. Не знаю, просто каждый год очень хорошее настроение. И каждый год хожу, и после каждой что-то новое, наверное. Джазовая провинция была придумана как передвижной, кочующий фестиваль с приглашенными музыкантами со всего света. Те, кто поучаствовал в джазовой провинции один раз, принимают приглашение снова. Как, например, Пауля Сыра из Лос-Анджелеса. Я участвовал в фестивале в прошлом году. Это было блестяще. Это было здорово. Я встретил много прекрасных музыкантов из России, Европы, из Америки. Кого я не знал до этого. И дух фестиваля — это нечто потрясающее. В этот раз география фестиваля включила в себя 15 стран. Росарио Джулиани из Рима. Он на российских концертных площадках — частый гость. С концертами побывал даже в Сибири. Для участия в джазовой провинции у него есть очень веский повод. Многие считают, что русские холодны. Возможно, они так считают из-за того, что Россия — холодная страна. Значит, и народ должен быть холодным. Но всё совсем наоборот. Здесь я встретил самую тёплую публику в моей жизни. Прекрасные люди, замечательное гостеприимство, чудесное искусство. Для меня огромное удовольствие быть здесь. В программе нынешнего фестиваля удивляла не только география. Здесь была и ломка стереотипов. Как, например, того, что джазовую карьеру можно делать только в столичных городах. И сломал этот стереотип ансамбль «Архангельск». Музыканты не только называются «Архангельском». Они там живут, там же и вдохновение черпают. А значит, джаз может быть не только космополитичным, но и весьма патриотичным музыкальным искусством. Елена Калугина, Виталий Петренко, Эдуард Горелов, Дмитрий Коваленко. Новости Мира Белогория. Все впечатления и эмоции от джазовой провинции не укладываются в рамки новостного сюжета. По этому поводу мы готовим неслучайный репортаж. В него войдут самые яркие моменты двух концертных дней и абсолютно эксклюзивные интервью. Как с мэтрами джаза мировой величины, так и с молодыми талантами, которые успешно ищут свой стиль в этой музыке. Это будет разговор о том, где начинается джаз. Следите за анонсами. Субтитры создавал DimaTorzok